Продолжите продолжить книгу Азрата Мусдамля Аль-Бухари Шара Тарау Вли Масхаба Тасавуф Дарбоби Таджиду Тафрид Глава о объединении и отстранении отдаленности Муджарат онкасей бошадки барахна бошад Отдалившимся, одиноким, отдалившимся является тот, который свободен Фард онкасей бошадки ягона бошад Фардом, то есть освободившимся является тот, который единый Который от шелухи отошел Всю шелуху от себя сбросил и он стал фардом Слово фард это подобно ребенку Называют ребенка Когда ребенок рождается в этот мир Он голый И он чистый как внешне, так и внутри Поэтому это состояние очищенности, нетронутости, чистоты врожденной Называется фард Но вот таким чистым человек может только тогда, когда уединиться Когда отдалиться от людей, от плохих колебаний Тогда может достичь такое состояние Тожит, азмоли дуньо Чизай нагират Дуньо наджуят ванаховат Человек, который стремится к фарду К очищению души К уединению Он не стремится к мирскому Не стремится к обогашению И не желает мирского Когда Аллах сотворил мир Он даже не посмотрел на него Потому что он знает Аллах знал, что Этот мир увлечет его рабов От поминания его Многие люди забудут вообще Бога Увлекшись мирским Поэтому никакой ценности перед Богом не представляет этот мир Поэтому Знающие люди Знают, как Бог относится к мирскому Поэтому они считают мирское своим врагом Мирское является одним из препятствий Человека на пути тариката И поэтому человек, следующий по пути тариката То есть познание внутреннего мира Обязательно столкнется с фитна С искушением мирского И он должен четко представлять Как он должен относиться к мирским Как сделать так, чтобы мирское не испортило его Не сбило его с пути Это тема отдельного разговора Когда у человека ничего нету Ему ей нечего защищать Нечего беречь И когда человек чем-то овладеет К нему обязанность становится защитить его Например Человек покупает автомобиль Он покупает новый автомобиль И что он делает Сразу идет ставить сигнализацию Идет страхует Это все методы защиты своего имущества Поэтому если Чем больше этого имущества будет Тем больше забота о его защите Больше будет Это тоже трата нервов Это тоже трата денег И так далее Если ты желаешь мирского То ты станешь его рабом Очень хорошее рассказывает Уазата Мавлона Руми Когда мирское говорит человеку Мецкое говорит человеку О человек Почему ты стал моим рабом? Почему ты стал моим рабом? Ведь я должен быть по идее Создан, чтобы стал твоим рабом На самом деле Тот человек, который накопляет Накопительством занимается Он является рабом мирского А тот человек, который использует мирское Но в меру Своей необходимости Он мирского делает для себя рабом Поэтому задача разумного человека Делать так, чтобы Аллах сотворил этот мир Чтобы мы его использовали Во благо нам Но и благодарили Все, что я даю Все, что я даю Принимаете Но благодарите мне Не забудьте меня благодарить Поэтому можно относиться к мирским Очень хорошо Но просто не надо Накопительством заниматься Надо использовать мир А не так, чтобы Становиться его рабом Поэтому Азат говорит Тот, который желает мирского Становится его рабом И эти люди Выбрали рабство Рабом Мирского И рабом своего Наса становится А по идее Ведь мы должны Использовать мир Мир должен служить нам Все, что в этом мире есть Должен служить человеку Получается Наоборот Из-за чего? Из-за глупости человеческой Из-за неправильного Отношения к миру Из-за того, что человек Не познал себя И не познал Бога Тот человек Который захотел мирское Захотел обогащение Он вступил На тот путь Он Отошел От рабства К Богу То есть этот человек Отказывается Служить Богу Ради того, чтобы Завладеть мирским Тот человек Который оставил Бога По-настоящему Нищий От кого Отвернулся Бог По-настоящему Несчастный Человек В обоих мирах Эти слова Понимают Познавшие люди И тот человек Который наоборот Отрезается От себя От мирского Делает все Что в мирское Не стало Грузом Для его шеи На его сердце И так далее Этот человек Стоянки Убудьята То есть Поклонение Рабства Только Служит Богу Укрепляет И в конце Он все равно Достигнет Истины Он придет К Богу Харки Хакройов Тхамаробьев Тот, который Нашел Творца Он все Нашел Он в обоих Мирах Все нашел Поэтому Разумный Человек Должен найти Хозяина Этого мира Служит Хозяину Этого мира Тогда Он овладеет Его Царством Если Хорошо Служить Царю То Его Царство Тоже Тебе Будет Принадлежать И чем Ближе Ты к Нему Цар Небесному Остановишься Царю Небесному Тем Больше Подчинения Тебе Будут Его Творения Получается Представление Народа И представление Избранных Людей Избранные Это Святые Это Те Которые На пути Тариката Это Орифы Познавшие Например На взгляде Людей Кто Имеет Что-то Из материала Считается Богатым Кто Ничего Не Имеет Народ Игорь Считает Нищим Бедным Бедолагой И так Далее А у Избранных Наоборот Кто Ничего Не Имеет Тот Имеет А тот Кто Имеет Материальное Ничего Не Имеет Поэтому Почему Потому что Богатство Делает Темным Сердце Человек Это Хиджаб На сердце Попадает От богатства И он Становит Темным Поэтому Кто Кто Имеет 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 Свет Кто Имеет Материальное Но Имеет Свет Тот Все Имеет А кто Имеет Материальное Но Имеет Имеет На внутренность Имя На Свет Который Исходит Из Раба Ни его Прическа Ни его Материальная Сторона Потому что Когда мы Покидаем Этот мир Мы Покидаем Таким же Голом Как Пришли Поэтому Если бы Ценность Имел Этот мир И помог Мне Или кому-то В том мире То Мы С собой Забрали Все Что Имели Но Мы Ничего Не Можем Забирать Отсюда Кроме Того Что Накоплено Внутри Нас Пока Человек А Сего Что Кроме Бога Не Отдалил Себя Не Освободился Он Не Смог Очиститься Перед Богом Становится Фардом Состояние Очищенности Не Получится Очищение Без Таджрида Таджиди Зохирро Баба Тин Бино Кардан Харки Базохир Кунад Ба Кубати Ба Тиль Кунад Все Что Человек Я Говорит Уединенность Отстранение Внешности Через Внутренний Создал Все Что Человек Во Внешности Делает Через Внутреннюю Силу Таджиди Бо Шион Азки Он Бошатки Аз Эроз Ба Ожил Ваз Ожил Муджарат Бошат То есть Человек Должен Оттого Что Имеет Освободиться Таджиди Зохир Ба Таджиди Ботин Фойда Надьят Уединение Отдаленности Уединение Или Одиночество Как сказать У меня тоже Очень хорошая форма Есть Одиночество Бывает Двух Видов Бывает Полезное Мы сейчас Говорим О полезном Бывает Вредное Есть книга Польского Автора Называется Одиночество В сети Есть Одиночество Вредное Опасное Для человека Приводчив к болезням Психическим И так далее Есть Одиночество Полезное Полезное Одиночество Это когда Ты уединяешься Но ты в этот момент С Богом Ты уединяешься Чтобы общаться С Богом От других А Вредное Одиночество Это когда Человек Во внешности Поэтому Азат говорит Внешнее Одиночество Ничему хорошему Не приводит Не сможет Пользу принести Для внутренностей Поэтому Когда человек Наоборот Уединяется Весь человек Замкнутый И так далее В этот момент Шайтаны Подключаются Джинны И так далее Это человека Джинны Вселяются В этого человека И они Способствуют Тому Что Этот человек Становится Ну Психические Заболевания Приобретает И джинн Будет Манипулировать И овладевать Этим человеком Постепенно Поэтому Одиночество С Богом Полезное Одиночество А одиночество С шайтаном И джиннами Это опасное Плохое Одиночество Поэтому Нужно Различать Если ты В одиночестве Ну ты Ковыряешься В компьютере Играешь В какие-то Игры От людей Отдались То это Уже Вредное Одиночество Народу Всегда Нужна Внешность Народ Судит По внешности По прическе По одежде По машине По квартире И так далее По должности И так далее А Бог Оценивает По внутренности Величие Не в пышности Внешнем Величие В том Чтобы считать Себя Самым Маленьким Из этого мира Меньше Муравья Себя Что по скромности Если человек Говорит Что я достигнул Чего-то Начинает Хвастаться Этот человек Поклоняется Своему Навсу Если человек Видит Если сердце Человека Занято Чуждым Богу Всеми Что в мире Есть Но не Богом Это Признак Того Что Признак Враждебности К Богу А не Любви К Нему Тафрит Онаски Ончи Аз Аз Ашколи Хеш Фартгардат Яни Сирба Хеш Махлук Набандат Тафрит Это Отстранение Одинучица Тоже Такой же Смысль Имеет Это Когда Человек Не связывает Своё Сердце Ни Чем Ни Из этих Творений Кроме Бога Пока Человек Не Отдалится От Народа Состояние Фарда Чистоты Он Не Сможет Приобрести Человек Хак Бузургандра Авал Аз Хак Муджарад Мейкунаду Боз Бохак Фарт Фарт Монат Поэтому Аллах Субхан Аллах Святых Отдалят От народа Чтобы Они Оставались Богом Чуд Чуд Назарай Халк Аз Хейштан Сохит Кар Мунфарад Бах Бимонат Как только человек увлечение своей пристрастии от народа отрезает, он становится один с Богом Аз Навс Аллах Мунфарад Гардад Дар Дуньо Мавджуду Бей Дуньо Божат Этот человек Отдаляется от своего Навса Контролирует От народа Удаляется Но он Внешне присутствует в мире Но внутри Вне мира Находится Хамару Гаштан Сир Орад Руй Бах Орад Он Го Овар Дам Божат На Ом Ада И когда человек отворачивает от всего, что чуждо, и поворачивается лицом к Богу, тогда это человека привели, а не он сам пришел Чунки Агар Хак Бандару Баджо Биг Зорад Харгет Руй Суй Хак На Орад Очень интересная формула Если человек оставляет Если Бог оставляет Человека самим собой Он никогда сам к Богу не придет На все воли Аллаха Только он сам может привести тебя к нему А не мы сами, не своими молитвами, не своими зыкрами Никто не может сам прийти к Богу Поэтому говорит, что если Аллах иногда оставляет человека Не будет на него влиять Он сам никогда к Богу не придет Чем больше человек увлекается чуждым Богу Тем дальше от Бога пойдет Тот человек Душа которого направлена в сторону Бога Ему трудно общаться с людьми, которые говорят кроме Бога Чуждые слова, болтовня И кроме Бога общение с другими творениями, которые не вспоминают Бога Ему очень будет тяжело Невыносимо Мустафа, Аллахи Салам, из Халк Гурезан гашт В татах и сообитах Халк не дашь Ваше время Сири Хешт Ба хак Ба хак Можгул кунет Аз хак Ваше время Билал Раматул Ану Меферман Пророк Мухаммад Отдалялся от народа И ему было очень трудно находиться, когда люди болтовнёй занимались Поэтому и Коран приходил к нему в уединении И он никогда не хотел увлечь свою душу Кроме как с Богом Поэтому он говорил, что самое лучшее из того, что я в этом мире люблю, это молиться И он говорил Хазаду Вилолу Раматул Ану, чтобы быстрее Почитай Азан, чтобы я уединился со своим Богом Чтобы один-один остался с ним Очень желал время молитв, когда быстрее наступит Таджит – это когда ты ничего не имеешь Особождён от мирского А Тафрит – это когда ты не занят ничем Кроме Бога Как только человек становится Мунфаридом Тогда он от рабства чуждому Богу освобождает себя Тот, который является рабом Бога Всё остальное, что Бог сотворит, для него будет служить как рабом Будет управлять этими Банда баят, аз гайри хак фаргардат Холис он басят, ки хэй чиз бавай на омарзат Харки шал, ки хак дарат, аз хамачиз азадаст Муштақ танхави башаду, джуз азу чизирана бинат Тот человек, который в стремлении к Богу в сердце есть От всего освобождается И кроме Бога в его сердце Никого и ничего не хочет видеть Иблис баатарки сучуд кафир нашуд Леким баатарки хурмат кафир гашт Иблис шайтан не стал кафиром От того, что перестал поклоняться Он очень много поклонялся Он стал кафиром, потому что перестал уважать Он не уважал, перестал уважать чего? Слово Бога Приказ Бога не обсуждается Поэтому он кафиром стал Ро йофтагон оромиас ту чунгумро беором Рой гумрой беоромиас Баоромиас Путь тех, которые нашли Это спокойствие А те, которые не нашли Все время их будет бросать Из крайности в крайность И из одной стихии в другой Хазар перечисляет, что нужно из всех этих хиджабов Четыре хиджаба есть Это нафс, это дуния мирское, это шайтаны, это народ И путник тариката должен от всех их освобождать себя Практические эти хиджабы Он кера мулкаст ба молик не аромат Когда человек отрезает свои связи Мирского, тогда в сторону Бога направит его Бог Когда мы говорим с Богом, с Творцом, то его царство принадлежит нам Древнему, то есть Богу Нету предела, нету конца А все, что сотворенное, временное, смертное У него конец есть Любое творение Бога Люди, джинны, животные Материальные, нематериальные И старение имеет И исчезает со временем Поэтому желание нафса надо бросить к ногам И человек должен желание Бога, как зеницу ока, выше ставить Все, что Бог хочет, видеть в своем рабе, надо то выполнять Надо быть среди народа, без народа в сердце Внутри нафса, без нафса Желание нафса нужно противоречить Освободиться И в себе уничтожить все его желания Потому что Аллах, суббанного та'ала, в Коране говорит, что Тот, который идет против желания своего нафса Тому я обещаю рай То есть в противоборстве нафса лежит путь в рай Нафс – это увлечение во внешность А душа – внутренность Поэтому внешность – внутренность антагонисты Если ты хочешь оживить внешность, то внутренность Тебя мертвый будет Если ты хочешь оживить внутренность, то внешность должен быть для тебя мертвым Все несчастья человека приходят от его нафса Когда Аллах приближает Дает чувство любви, испытывает человеку Тогда он настолько будет увлечен Богом Что он даже о себе не помнит Не то, что от того, что чуждо я Богу Он будет все время устремлен к Богу Ничего, книга Азата продолжается Будет время продолжим Ассаляму алейкум Субтитры создавал DimaTorzok